Базов будем оформлять. Причиной стал опасный обгон. Фатальный маневр совершил водитель Киа. Навстречное, он врезался в ВАЗ. Пассажирка отечественной машины погибла мгновенно. Десятилетняя девочка из салона этого автомобиля и водитель оказались в больнице. Лихача и двух его спутников также госпитализировались. Спустя некоторое время автомобилист умер. Другой смертельный инцидент зафиксировали в Новосибирском районе области. На Краснояровском шоссе погиб пешеход. Мужчина 1974 года рождения решил перейти проезжую часть в неположенном месте. Водитель Шкоды не сразу заметил человека и не успел затормозить. Пешеход через несколько часов скончался, не приходя в сознание. Еще один человек погиб в советском районе Новосибирска, прямо на пешеходном переходе. 75-летний мужчина за рулем Лифана следовал по Балтийской, не сбросил скорость перед разметкой и сбил 64-летнюю женщину. Пострадавшую пытались реанимировать медики, но травмы оказались тяжелыми. Позже местные жители рассказали, что автомобилист мог не заметить знак пешеходный переход. Друзья, пешеходный переход на Балтийской, где сегодня насмерть сбили женщину. Вот этот знак, он был в пленах. Приехали дорожники и вот свежие спилы поспиливали ветки, которые этот знак прикрывали. Ну и кто, до конца не смогли спилить. Вот они, эти ветки валяются, свежеспиленные. То есть пока петух не клюнет, у нас ничего не делается. Ребята, ничего не делается. Долбить надо мэрию, дорожников, департамент транспорта, благоустройства и все эти департаменты, которые сидят, штаны свои, греют в теплых креслах. Помимо беспечности коммунальщиков, аварийные ситуации на Балтийской провоцируют и многочисленные шоферы-многотонников. Наша Балтийская, многострадальная, отличный асфальт сделали. Ну, я думаю, смотрите, кавалькады, какие прот. Шахманы поперли, китайцы завоевали нашу Балтийскую. Ну, это вообще не дело. Все номера есть. Ну, естественно, мы все это дело отправим, куда следует. Достало. В том же районе города произошел еще один дорожный инцидент. Подросток взял чужую машину, чтобы покататься, и врезался в грузовик. Этот момент записал регистратор. 16-летний юноша на ВАЗе решился на обгон. Не заметил многотонник и выскочил навстречку. В попытке избежать аварии оба водителя съехали на обочину, где столкнулись. Несовершеннолетнего лихача госпитализировали с многочисленными травмами. Другая серьезная авария произошла накануне вечером в Октябрьском районе Новосибирска. В ДТП пострадали три человека. Одному из них потребовалась помощь спасателей. Одного из пассажиров Ниссана зажало в салоне. Чтобы деблокировать его, бойцы масс использовали гидравлическое оборудование. Мужчину передали бригаде скорой помощи. Кроме него пострадал еще один пассажир Сани и водитель Субару. По предварительным данным, именно он спровоцировал ДТП. 38-летний автолюбитель ехал по большевистской. Настолько разогнался, что не успел затормозить перед попуткой. Субару сначала протаранил Сани, а затем съехал в кювет и врезался в дерево. Подробности аварии выясняют полицейские. 72-летний новосибирец в скором времени окажется на скамье подсудимых. Этой весной он стал инициатором жуткого ДТП и покалечил женщину, которая выходила из подъезда. Инцидент произошел в марте на Ватутино и попал в объектив камеры наблюдения. Водитель Хайлендера, вероятно, перепутал педали газ-тормоз. Иномарка на большой скорости рванула назад. Как раз в этот момент из подъезда выходила пожилая пара. Мужчину повезло, его не задело. А вот 68-летняя женщина оказалась зажата между машиной и дверью. Очевидцы говорят, ей оторвало ногу. Пенсионерку экстренно госпитализировали. Медикам удалось стабилизировать ее состояние. В прокуратуре города Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 72-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 264 УК РФ. Нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. Превышение скорости – одна из основных причин серьезных аварий в Новосибирской области. К такому выводу пришли эксперты. Накануне в региональной госавтоинспекции прошло совещание по безопасности. С начала года в Новосибирской области произошли уже больше 1300 аварий. Жертвами стали 119 человек. При этом смертность значительно снизилась по сравнению с прошлым годом. Но вот количество ДТП растет. Сопутствующим фактом данного ДТП мы отмечаем превышение несоблюдения скоростного режима. Это как от дорожных знаков, так и дорожным условиям на проезжей части. Либо это гололед, либо дождь идет с цеплением с дорогой. В данных фактах по превышению скоростного режима у нас погибло 22 человека. Наряду с данной проблематикой мы отмечаем рост ДТП на мототранспорте. Проблематика возникает в том, что данная категория мототранспортных средств не соблюдает скоростной режим. И по данному факту мы наблюдаем определенный рост. И, к сожалению, на данный этап, по истоку 7 месяцев, у нас погибло уже 12 граждан. Чтобы напомнить водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, в регионе запустили новый проект. Повысить уровень правосознания граждан и законопослушного поведения на дорогах путем привлечения внимания водителей на АЗС с помощью вовлекающих мероприятий, направленных на информирование водителей о выборе оптимального скоростного режима. В Новосибирске акция действует каждый день и продлится до 11 сентября на шести автозаправочных станциях по адресам Ватутина 48 и 103, Тюменская 14-1, Красный проспект 179-1, Усенобросское шоссе 110 и рекордный переулок 3. Водители смогут поучаствовать в викторине, прокрутив дорожное колесо фортуны, а в случае правильных ответов получить призы. И на сегодня это все дорожные новости. Подписывайтесь на наш канал в телеграмме экстренной НСК. В студии работала Ксения Корзун. До встречи в эфире ОТС.